Предполагалось, что это футболка без принта. Чтобы доставать из стиральной машины ровно те вещи, которые вы туда положили, и даже лучше, используйте новый Ариэль Аквапудра. Его инновационные гранулы растворяются полностью при малейшем контакте с водой. Они превосходно справляются с загрязнениями уже при 20 градусах. А чтобы делать это легко и красиво, используйте один из девяти режимов быстрой стирки в новой Канди Репидо. Ее итальянский дизайн идеально впишется в ваш интерьер. А продуманная система загрузки белья, благодаря удобно расположенному люку, делает этот процесс незаметным. Управлять ей можно даже с телефона. Чик-чик, привет! Это канал о моде Гоши Карцева. А я кто? Правильно, Гоша Карцев. А на что вы сейчас обратили внимание? На мое лицо или на мою дизайнерскую футболку? Открой секрет. Если честно, это мое первое видео, на котором на мне нет совершенно макияжа. Ноль мейкап, ноу-фильтр. Это для меня очень волнительно, но я решил себя показать таким, какой я есть. Что я решил сделать? В этом ролике три разных визажиста будут сражаться за звание лучшего автора макияжа на моем лице. Посмотрите на этот холст. Разве он не прекрасен? О, это Канди! Да, пишет, что постиралась. Пойду переоденусь. Идеальная стирка с аквапудрой Ариэль и Канди Рэпидо. Футболка точно такая же, как я ее туда клал, а может быть даже и лучше. Ну а мы продолжаем. Сегодня будет простой базовый макияж на трех разных классах косметики. Масс-маркет, профессиональный и люкс. Интересно, насколько безрукого меня можно научить что-то делать самостоятельно. Обычно я замазываю только мешки, прыщи и рисую брови. Больше я как бы ни на что не способен. Я подумал, почему бы не научиться делать это самому и вообще, могу ли я? Надеюсь, тебе тоже будет интересно. В конце ты увидишь результат. Голосуй за лучшие. Не забудь, конечно же, подписаться. Share, like, колокольчик, подписка. Погнали! Пу-пу-пу! Любимка! Всем привет! Вы находитесь на канале Гоши Карцева. И меня не зовут Гоша, меня зовут Георг. Давай начнем с того, что время тебя не щадит. И патчи мы приклеили с иголками. Максимально антиэйджовые. Они помогают? Смотри, патчи на самом деле, ну типа, если мы сейчас снимем и максимально подснимем, да? Мы снимаем их аккуратно, медленно. И это не травмируя. Психику мою. Да. Ну быстрее можно? Ты заткнешься ты или нет? Подожди, я разговариваю сейчас. Мне нравится результат. Патчи выпрямили площадку под глазами, но вот тут и тут они ничего не сделают, Гош. Давай трезваться. Мне кажется, никакой разницы нет. Ты знаешь еще, что после последнего нашего дуэта все считают, что мы с тобой ужасные козлы, и я хочу приносить извинения, потому что мы никого не хотели оскорбить. Я не знаю, что вы так жестко отреагировали. Мы, правда, на самом деле очень хорошие, добрые люди. Все сняли, можем продолжить дальше? Погнали! Сначала нужно очистить лицо. Да. Потом увлажнить. А на мне уже есть. А ты вышел из душа, лицо уже чистое. Увлажняем? Мы используем косметику только массовых, массовым массовым. Ну, более-менее доступную, да. Это увлажняющий крем с SPF. Значит, крем лучше нанести в ладошки, которые были продезинфицированы или помыты перед этим. Это дезинфектор, кстати. Это реально дезинфектор. Ну, все, тут. Все, отеспокаивает. А можно еще больше дезинфектор? По массажным линиям попытался спасти себя. Пирожочек, пирожочек. Это яйцо. Бьюти-блендер. Да. Оно возбудилось и готово работать с тобой. А его нужно мочить обязательно. Да, я уже обмочил его. Выжал из него через салфетку всю лишнюю влагу. Яичко стало в два раза больше. Дальше мы берем с тобой BB-крем. Чуть-чуть сюда макнул. Капельку сюда, капельку сюда и сюда. Давай. А теперь с богом растушу это все. Вот у тебя площадка, да, лоб только. Ты продукт поставил, а теперь поддаешься максимально тонко его везде растянуть, чтобы заливка цвета была одинаковой. Ну, ты красиво растушу, ты бьюти-блогер или кто? Подбородок чуть выше. Вот так вот держим, чтобы не сильно в кадр, чтобы лицо так красиво. Иногда глазки на камеру туда-туда. Флиртуешь. Ага, вернулся. Зеркало снова. Так. Молодец. Так, чуть-чуть выше подбородка. Так, ну смотри, растушевал, видишь? Яйцо-то работает. А почему оно как-то блестит? Потому что у тебя сейчас было увлажнение и влажный BB-крем. Матовость мы потом где надо зададим. Это вообще не проблема. Тут дай боже такой влаги добиться на твоем сухом лице. Все хорошо, но вот укрылив носа чуть-чуть плотности бы. Мы берем консилер, чуть-чуть смешиваем, 50 на 50 видно? Просфокусе нет? Сейчас с яйцом вот это вот подмешай и наносим, укрылив носа и на центр подбородка, чтобы... Ой, фу, не дай бог. Корона. Сейчас мое любимое. Рисуй себе брови. Максимально дешманский карандаш, 87 рублей, арт-визаж. Значит, что мы делаем? Мы сначала отупляем этот карандаш, прям вот максимально, чтобы он тупой стал. Я сам хочу это делать, все. Так я тебе рассказываю. А что за агрессия, боже? Что за агрессия в мой адрес? Находишь центр своей брови? И типа влево-вправо, вот влево-вправо. Просто как будто тень заполняешь меж волос. Понял? Я вообще не вижу ничего. А я как крашусь на видео, вот так только, я тоже не вижу, ты думаешь? Так, вот сейчас останавливаемся, смотри. Не стираемся. Естественно, смывка есть? Шучу, погоди. Мы с тобой берем прозрачный гель для бровей и вычесываем там, где тебе кажется, что, ой, это мой волос, это лишнее, это тебе не надо. Вначале не должно быть темно, ты меня понял? Вначале должно быть легко. Туда не лезь, подожди, там светло. Вот тут надо облегчить, да, и как раз немножко сам волос поднять, понял? Ты как будто чуть-чуть подчищаешь и волос поднимаешь. Короче, проблема номер один. На карантине ты отъелся. Давай сейчас чуть-чуть. Нам нужно скульптурирование. Что за скульптор ты мне предлагаешь? Максимально бюджетный. Опять YouTube-бок, бломпо. Взял только темные, теперь откладываем эту фигню, снимаем немножко об руку излишки. Об руку снимай, снимай. Как это вот так? Да, хорош такой. Все хорош, мы за это деньги платили, много не снимай. Смотришь прямо в зеркало, край носика, как будто видешь перпендикуляр и край глаза. То есть вот смотри, вот тут вот пересечение, это кость? Кош, я запутался, это кость? Вот, вот тут чуть-чуть вот кисточкой коснись, темноту, ага, чуть-чуть вниз ее поведи. Теперь чуть-чуть вверх. Вот так вот? Как будто лучики рисуют. Кош, что ты сделал? Значит, смотри, берешь свое яйцо, розовое. Тебе нужно границу от крыла носа до вот этой вот ближайшей фигни немножко смягчить. Такое типа ши-ши-ши, ты, 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 ага. Теперь у тебя вот здесь х**ая граница, вот здесь х**ая граница, вот здесь х**ая граница, вот здесь х**ая. То есть... В ту сторону теперь. Да, но только граница, внутрь не лазай, граница выше, выше, ага. Видишь, у тебя такая какая-то грязь на щечке появилась, но она неоднозначная такая. Берем максимально дорогую кисть. А вот эта кисть сколько стоит? Эти шманы 300 рублей. А что это за кисть? Еще не вышло. Опять бьюти-бомбер, что такое-то? Ну, я тебе говорю, теперь берем максимально дорогую кисть. Мак, дешевую можно мне кисть? Гош, но вот тут дешевые кисти не помогут. Берем скульптор сухой, дешевый. Чуть-чуть пудры. Бери, бери, чуть-чуть пудры. Вот так, смотри, прям, ох ты, бля. Встряхиваем, встряхиваем. Как? Ну, чуть-чуть обручку, ага. А теперь чуть-чуть вот этой фигни, ага. Все хорош, встряхивай тоже. А теперь тебе надо вот эти вот твои кружочки, их чуть-чуть как будто ты припудриваешь, такой, пип-пип. Набирай, набирай волну, пошел, пошел, мгм. Чуть-чуть на боковые лба, и, Гош, как можно много на подбородок. Это как бы вот здесь немножко, вот здесь подсобрать, и вот здесь. Не трогай меня. Гош, ну подсобрать много надо. Ну, ты понимаешь, да, что ты в ответе за свой макияж, потому что кисти у тебя в руках. Ну, прям нормально. Тебе надо чуть-чуть еще подтянуть чистой кисточкой туда немножко. Ну, вот делай, в границе. Только границы, внутрь-то не лезь. Вот так, да? Да, да, да. Так, хорошо. Последний заход беру, много. Стряхиваю, берешь сам, не размазываешь. Именно вот здесь вот, где впадина была, просто приложи и отпусти. Прям, чтобы, знаешь, прям сильнее. Вот ниже этой штуки или прям на нее? Ну, прям на нее. Ага, и вторую сторону. Так, скулинг хорошо, теперь надо это, челюстную. Вот от уха, вот так, и пошел. Если ты хочешь, типа, чтобы прям вот сильно, то надо сначала кремовый, потом сухой. А если так, знаешь, типа, срала, мазала, миру показывала, то просто сухой. А вот этот белый? Не-не-не, темный. Ты что, куда там белый? А, да ладно. И что, я так же? Да. Ты хотел, скажем, растушевать, да? Я боюсь, его. Но веди, это пластичная штука, ты ее растянешь. О, смотри, как хорошо, Коша. Минус пять лет сразу. То есть ты как бы линию наметил, а теперь вот к шее вот так вот полосы веди, чтобы градиент был, понял? Там за ухо подними немножечко. Ага, нормально. Теперь смотри, максимально чистой кисточкой надо вот отсюда чуть вверх подтянуть, границы, не только границы. Ведь границ у нас нет, это все в твоей голове. Вот туда вверх. Да, да, такой типа. Угу. Так, ну неплохо. Теперь надо подсобрать сухой текстурой, чтобы она у тебя не съехала по лицу, вот эта именно часть. Через пудру, чтобы светло было. Сильно не нажимая, просто вот так вот проходишься. Контактируешь с кремовым продуктом, чтобы он склеился. Так, а теперь эти полосы вниз, тоже сухой кисточкой. Финалочку, нам нужно чуть-чуть центр тебе высветлить. Чуть больше берешь на руку консилера, капельку тона, чуть-чуть писюльку. Все хорош. Лучше острой стороной. Почему? Потому что ты крыльям носа будешь лазить и под крыльям носа. Здесь покраснение часто бывает. Хороший такой. Давай, это миксани. Ага. Побольше так покрути, поверти. Ага. Вот, над крыльями носа, вот здесь. Угу. Потом под крыльями носа. Максимально там должно быть, ну, типа, заполнено, понимаешь, под губой и прям вот посередине между бровями и лбом. Ага. Чего, что-то произошло, ребят? Не вижу. А теперь второй круглой стороной тебе нужно просто притоптать, чтобы оно все мягко уселось. Ага. Геворг, ты что, переоделся? Да, ты знаешь, мне стало так жарко, пока мы делали этот макияж Ким Кардашин за 300 рублей. А это что такое? Ну, это так. Декор? Декор. Это утеплитель зимний. Ну что, долго еще? Ну, мы сделали 50%, но, Гош, нужно на ситуацию трезво оценивать. Есть еще над чем работать, поэтому смотри. Значит, берешь маркер для бровей. Что это такое? Как тебе такое слово, а? Маркер для бровей, берешь максимально вверх и вот так вот хоп-хоп. Только кончиком, Гош, имитируешь волосянки. Начинать лучше вот из середины чуть-чуть вот сюда порисовать, а вот здесь вот все меньше-меньше. Все, хорошо, останавливай. Теперь вторую сторону имитирую. Имитирую, я сказал. Серьезно? А, мы это как-то будем потом растушевывать? Да, конечно. А может, поближе подснимите, что человек вытворяет? Ну, давай смягчим эту ситуацию. Возьми прозрачный сначала гель. Чуть полегче, просто вверх. Вот тут хорошо, оставь, все. Оно мягко, вот тут ты накосячил, видишь, прям густо. Сельская ТП-шница покупаешь, Шанель, кто вообще покупает? Ты че? Я тебе максимально почистил. А зачем ты почистил? Потому что это излишки, они все начнут, типа, плеваться тебе от волос, понял? На кожу. И это будет трэш. От середины вот сюда. Хорошо. И вверх. Во-во, правильно делаешь. Так, ну-ка. Они должны прям стоять? Да. Они так шире, да, типа, будут? Да. Все, хорошо, останавливайся. Гош, хороший результат, остановись. Из нуля появились брови, понимаешь? Почти под финалочку. Значит, надо задать матирование и хайлотирование. Берешь вот эту штуку. Опять пудра. Пудру. Набрал? С одной стороны, с другой стороны, да. Над носогубкой, над впадиной всегда идет объем. И он некрасиво бликует в кадре. Его надо приглушить. У тебя шарик носа блестит некрасиво. Вот его давай туда. Пип-пип. Приложил. Пип-пип. Вот смотри, у тебя между бровями вот блестит некрасиво. У тебя прям площадка появляется какая-то непонятная. Вот ее тоже. Пип-пип. Дальше тебе надо только под глазками немножечко вот здесь вот эту вот историю. Я думаю, как с этим правильно пользоваться, но. Смотришь прямо, прищурился. Видишь, у тебя шарик глаза вот здесь заканчивается? Да. Все же, консилер должен быть снизу. Глаз нельзя срезать сам, понял? То есть вот так вот у тебя должно быть. И вот так вот. Все. Яйцом смягчай. Какой, конечно, с ним? Острой, острой стороны. А, Георг, ты нормальный? Мне что с этим делать теперь? Ты ушевать! Туда эти смывать? Не-не-не, тебе надо вот, вот подожди, плавный переход вот эту вот дымку на бок носа вывести. Плавный переход у меня белый, п***, глаз. Шариком покрути. А теперь вторую сторону добавь. Сейчас растушевывай. Растушевывай. Сидишь. Глазки красбуем, нет? Держи. Стиль такой. Значит, галочку над губой и в начале глаз. Ставим блики. Ну, блин, да. Не, значит, визаж. Смотришь, взял коллаприама и ставишь вот в начале глазок блик, точечку. Я говорю, очень хорошо. Чуть больше. Держи кисточку. Закрываем? Это что такое? Это закрываем. Вивен Сарбо, 250 рублей, наверное, от силы. Значит, границы смягчаешь. Слышишь? Короче, смотри. Покажи, смотри, смотри. Вон, возьми кисточку, покажи на себя. А, слушай, а что-то мы в самом начале так не делали. Значит, смотри. Вот это вот максимально вот так вот вверх подтягиваешь, а вот это вот сюда. И только границы. Это я для Патра? Ну, чуть-чуть. К свету, посмотри. В этом и прикол, чтобы ты такой вот, типа, не сработал. Я вообще ничего не вижу. Гоша не сработал. Вычеркивайте, ребят, вычеркивайте из монтажа ценник на этот продукт. Он не работает на Гоша. Слушай, на самом деле это довольно легко, кстати, делать. Просто, ну, типа, пока долго. Было бы очень легко. Я не могу, я хозяйка этого канала. Пишите в комментариях, как вам мейк. А, Геворг, спасибо большое. Это было очень интересно. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Геволга. Там очень захватывается. Вопрос. Это как смывать? А, очень хорошо. Чем? Ну, моим гидрофильным маслом при коллаборации с Organic Kitchen уже продается на Wildberries. А где, ***, моя, подарок? Забыл, я потом принесу, ладно? Ты пришел тогда. Гер, спасибо, что пришел, пока. Да не за что. Пока. Антон, скажи, зачем столика декоративной? Ну, ты сказал, будем делать макияж, и я решил, что надо делать по полной, иначе зачем тут я? Я же не Геворг. Профессиональный бренд. О, MAC Cosmetics Russia. Скажи мне, а чем профессиональная косметика отличается от всех остальных? Профессионализм. Есть какой-то план на мой холст? Так как холст такой достаточно большой, есть где разгуляться, есть где что накрасить. Нейтральная, да? Нейтральная, да? Мужской, хотелось бы, чтобы был макияж все-таки. Бренды MAC. Не делим макияж на мужской и женский, он для всех раз полов и возрастов. Сексизма здесь не надо. Окей, ладно. Я хочу делать все своими руками. С чего начать? Начинать надо с ухода. Начни с лица. А что ты ее потрогал? Что ты мне чистый? У меня дезинфекторы все, пши-пши. Да, докажи. Пши-пши. Так, а что, как ее? Просто вот так вытираю? Да, но не лопа лицо. Это салфетки для снятия макияжа. Я такой англичанин, вайпс. Ну, они вайпсы называются, не салфетки. Для снятия макияжа или умывания. Да, да. Улажняющий спрей. Теремальная вода, тери праймер под макияж. Не тратьте воздух, на расстояние. И вот так вот. Секундочку, я боюсь. Жми. Пуш-пуш-пуш. Да, я тебе покажу. Прям так много? Да, мне еще одну купишь, если что. Нанесем сыворотку. Сколько? Раз? Давайте вот так добавим. Ну, еще вот сюда для красоты, для симметрии. А! О! Три! Ну, что, пошла гиалуроночка. Вообще, я прощусь. Это дорогие продукты, это косметика. Профессионального класса. Таймчик лошин. Это увлажняющий крем. Выравнивает и блюрит кожу, как будто бы. По массажным линиям. По массажным, вот, все. Лайка, пузька. Давай вот так. Ну, это все сейчас мне на два глаза нужно? На два. Чпок-чпок. Здесь вот так. Потом круговые движения. А, нифига. А если ты еще два пальца сделаешь, ты можешь одновременно делать вот так. Смотри. Этот работает на гусиные лапки, делаешь восьмерочку. А этот по кругу. И одновременно это вот так. Да, прикол. Ну, надо научиться. Ну, да. Тогда делай один пальцем вот так. Держи вот такую кисточку. Ай-не-не, красота. Давай вот сюда небольшое количество тона. Небольшое количество тона. Тут килограмм. Пушистую кисточку вот так, фигачить. Лоб тоже? А мне не хватает на лоб. А ты говорил много. Ну, нет, подожди, я не успеваю. Быстрее, шуй. А, сейчас нужно успевать за тобой. Все, быстрее. Пальчиком остатки тона. И немножечко вот так вот, где крылья носа, нос станется ровным просто. Не только по цвету, но еще и пор заглаживается на камеру. Слушай, держи, а то ты будешь все время вот так вот в ролике. Ты че? Мы бьюти-блогеры? Я не понимаю. Выберем консилер. Это вот как раз таки синьки под глазами и прыщи. Вот так набери. Видишь, у меня вот здесь, типа, прыщик. Ну? И вот я пальчиком вот так вот. И нежно. Слушай, я немного, посмотри, взял. Нежно. Сейчас, подожди, до конца урок досмотрите. Посмотри. Много, конечно. И стоять назад? Да, чуть-чуть потушу. Во! Незаметно. Другой вариант, да. Для тоненького прыща возьми кисточку. Набираешь тоже чуть-чуть, небольшое количество. И так как она плоская, для маленького прыщичка, ты ее вот так вот на прыщик чуть-чуть. О, смотри, нету почти. Вот, отлично. Теперь синяки под глазами. Как это? Теперь знаешь, как девушки делают? Когда красят тушь. О-о-о-о-о, какой страшный. Смотри, вот сюда. Вот так. Похлопывающими движениями. О, черца. Все, тихо, тихо, тихо. Ну, это не видно, ***. Чего ты закрываешься? Секрет. Приходите ко мне на платные уроки макияжа. Записывайтесь на вебинар. Так, посмотри. Отлично. Знаете, вот эту штучку такую. Что это? Поворачиваешь, она такая пиу. О-о-о, ля-ля. Праймер для губ. То есть, это не блестящий, а-ля легкий бальзам. А, ну, кто-то пользовался до этого. Давайте, я, конечно. Да я поеду шутил, я могу, нет, мне не нужно. Все, нет. Работаем на камеру. Дезинфицируем при клиенте. Чую-то штучку. Посмотри, сухие губы какие. Видишь? Ну и что? Нелицеприятные. Мне устраивает. А потом вот этой шуршавкой будешь там, ну. Абсолютно, вот. Брови. То есть, Георг давал тебе вот эту вот дешманскую штуку, которую он что-то там стачивал. Да, 80 рублей. Поводи. Поводи. Ничего не надо нажимать, она сама выдавливается. Она сама взяла, у нее все вот здесь. В пипке. В пипке. Все время хочется, чтобы было прямо. Ким Кардашьян. Ну да, типа, немного хочется армяшка, чтобы из меня вышел. Брежнева-то рисуешь? Да, я хочу. Карикатуру. Да, подожди, никаких мак, это про творчество. Против волос надо делать, когда у тебя есть волосы. Если у тебя нет их, ты не можешь делать против волос. Шейд. Что это такое? Это гель цветной для бровей. Биг буст, айбраус, а чё, капс локом все. Гель для бровей. Да, это же буст. Когда много, нужно аккуратно, чтобы не было текстуры. Надоело. Чё ты мне помогаешь? Ну да, может, что? Потом скажут, что у вас тут все. Все, на. Для тех, кто хорошие брови, то просто прозрачный гель наносит. Так, ну последний этап. Это просто припудриться. Это вот это. Берем. Вот так вот набираешь. И, соответственно, ты зону припудриваешь. У-ля-ля. У-ля-ля. Ну посмотри, скажи, все. Не понимаю уже ничего. Куда? Все нормально. Ну просто мне кажется, что вот эта зона слишком светлая. Ну так тоном ее и надо было вырубить. Давай попробуем. Ну давай. Так, забыл. Уже как это все делать. Давай сюда тебе наливай. Хорошо. Чуть-чуть берешь сначала. Вот так. Вы умеете наносить тон, да? Мажешь, как майонез на петерброд. Тушуй. Давай наноси. Тушуй. Мягень. Ага. Кисть помнишь? Подальше держать. Там, где, например, центр подбородкой нужно убрать покраснение, просто так похлопывай. Как будто наслаиваешь тонко. Кончился еще раз. Берешь. Вот как раз сейчас чуть-чуть. Зато ничего же не видно. Какой ученик, такой макияж. Какой ученик, такой макияж. Абсолютно верно. Все, готово. Закончено? Ну да. Natural shine. А что мне происходит? Раздут тебе блестки на лицо? Руки так и чешут эти, если поганят что-нибудь. Дай мне виноградинку. Лучше я проголодался уже с тобой. Давай намажем что-нибудь креативное, так и быть. Ладно, чего? Пинк такой возьмем, розовый сочный, кажется, к лицу. Это интересно, наш телефон захотел взять. Алло. Алло. Спасибо вам огромное, побежал я работать, извините. А почему это... Побежал я, побежал я, беги. Так, взяли пигмент. Взяли. Вот такую специальную жидкость. Что это за жидкость? Для разведения пигментов. Mixing medium. Химия пошла. Чуть как хи*** мне в лицо. Буквально такую капельку. Ты знаешь, как я чуть-чуть сейчас капну. Тогда микродозу. Две капельки. Дерем. Соответственно, возьми пигмент сначала. Тыкни водичку. Помешай. То есть мы сейчас, если делаем примерно что-то такое, на бровь, да, давай сразу. Соответственно, ты просто берешь и делаешь вот так. Я волнуюсь. Это же не стереть потом. Да, навсегда. Это в сфотографии. Бляди. А! Ой, а что, ничего нету? Помешай еще с сухой частью. Бумба! И вообще, обожаю. Это чуть японская, да? Что ты там понял? Мужичок какая-то. Ну вот это, конечно, зря я нарисовал. Ну ладно. Подожди, мы обыграем. Давай. Как? Снизу самое страшное. Не трогай. Делай пока, попробуй остатками. Главное в глаз не залезть. А референс какой там, извините? Ага. Ваш. Тебе наверх расскажи. А, ты как будто случайно так знаешь. Это я вообще легкий, давай. Вот. А ты как думаешь, это все арт-то делается? Обожаю арт. Это просто ор. И вот сюда немножечко так. Вот здесь, да, на косточку. Все это заберем. Ну, это же минимализм. Красиво. Пишите в комментариях, как вам цвет. Цвет. Я не могу остановиться. Восторг. Налей жидкости еще пару капель. Намочи. Ткни в глаз, вовнутрь. Не закрой. А, в уголочек типа, да? Да, просто как будто так, клякс такая. Эпс. Ну да, вот. Красивенько. Ну все, мне кажется, вам... Да, есть какая-то скидка в мак? Да, есть скидочка. И типа просто... На. На. О. Смотри, сделай сейчас, знаешь что? Другой кисточкой. В пудру кончики помакай кисточки. В сухую часть, да. И попробуй вот так вот мягко прикладывать, чтобы создать вот такой вот... Полоски? 12 град. Тихо. Мне очень нравится сочетание жидкого, сухого, плотного. Нет. Да. Любишь играть, да? В текстурки. Вообще будет красиво, если хочешь, еще туда неоновый, желтый. Так, и что делать с этим? Просто вот так вот. С меня сыпется это говно. Какое говно? Что это с говно? Luxury edition. Ну что, экспериментируй. Аккуратненько набери, сейчас она сухим способом, да, и добавь куда-нибудь. Куда-то вот сюда откнуть, например, чтобы он глубже был. Закрывай. Так, ну что, была не была. Ну, а не была. Это мой стиль, мой мейкап. Записывайтесь на макияж. Ой. Торговый центр Атриум. Набери вот так побольше. И также, когда поднесешь, ты можешь немножко подстрахивать как будто бы. Он выглядит как пыльца. Я, цветочек. Обожаю. Радость в доме. Но цвет же приносит макияж. Макияж for fun. Чувством надо обладать мерой, да, чтобы... Потому что на арте, я имею в виду, что... Далеко не уедешь. Нет, можно без вкуса просто свалиться и все. Это очень легко. Ну вот я уже в ней. Честно, мужской макияж, кстати, вообще. Ну так... А накинь кофту с молнией есть у тебя? У меня есть все. Если вы уже заготовлены, просто... Тоже пигмент... А он отстирывается вообще? Отстирится, конечно. Давай сделаем это селфи. Я просто ору. А есть какие-то конкурсы? Я хочу поучаствовать. Конкурсы! Конкурсы! А будут подарки? Слушай, это просто угар. Спасибо тебе большое. Это вообще невозможно, конечно, это залипало. Мне кажется, меня может унести в макияж. Пишите, как вам мое творчество. Оцените цветочек в комментариях. Арт-терапия есть, знаешь, там рисуют картины, что-то. Это вот терапия цветом. Вот эти тональнички что-то делали, сами скучали, да, так скажем? А когда цвет пошел сразу, и настроение, и радость. Давай, охладил просека, надеюсь, нет? Конечно. Гости позвали. И последний блок, это люкс. Ксения Каверина, тренер по макияжу. Я правильно сказала? Да. Всем привет. Люкс полный. Посмотрите, сколько у нас же дур такой, секун... Ого-го! Миленькая. Это все мне? Да. Скажи мне, какие отличительные особенности мейка Диор? Диор, это, конечно же, фэшн, поэтому мейк невозможно отделить от моды. А знаешь, что еще фэшн? Что? Сейчас все будет в концепции Диор, модно сейчас. Мне кажется, мы не пишем видео. С ладно? Сейчас я проверю. Слушай, ну мы начнем с очищения, потому что... Это важно. Поэтому держи метиллярную воду, два ватных диска сверху, вот так вот ладошкой и качай. Мы ее будем нейтрализировать еще увлажняющим тоником. Сейчас еще одна белка у меня подождаёт. Мне кажется, мы звук не пишем. Давай. Я в Диор, кстати. Вы обратили внимание в Диор? Да, ты подготовился. Да. Так что я беру один. Да. А кто является лицом Диор сейчас косметическим или... Косметическим? Конечно же, Белла Хадид, если мы говорим о девушках. О-о-о. Да. Я Белла Хадид? А парнях нет, наверное. А парнях нет, но... Дальше, Гоша, выбирай, тебе достаточно просто увлажнение или ты хочешь побороть видимые признаки старения? А что ты мне хамишь? Я не Белла Хадид. А Белла Хадид видимые признаки странения устраняет? Как ты думаешь? Уверена. Тогда да. Тогда начнем с сыворотки. Каптюр Таталь. Каптюр полный, я бы сказал. Нормально сюда можно? Да, да, да. Просто стираю между пальчиками, таким похлопающим движением наносим на все лицо. О, я Белла Хадид, к нему очень приятно. Очень приятно, да. Цветами из садов Диор. Садор. Я чувствую, люкс, как будто бы в кровь проникать. Из этой же коллекции. О, шпатель. Диор. Доставай совсем чуть-чуть, небольшое количество. Можно еще чуть-чуть? Это уже перебор. Извините, пожалуйста. Вот этот? Да, где кольцо Диора у тебя? Диор, задоварь. Потому что этот пальчик самый мягкий при нанесении крема. Да. Да, похлопающими движениями наноси вокруг по орбитальной косточке. И дальше завершим подготовку кремом, тоже из коллекции Капсюр Тоталь. От носа к боковым поверхностям лица, вот такими движениями. Чем активнее втираешь крем с активными ингредиентами, тем лучше он работает. Так что... Все, сделали. Дальше надо идти пить кофе. Мой самый любимый совет, потому что все средства успеют поработать. Что это такое? Это база. Очень красивая кусочка. Вообще, да, это коллекция backstage. Бери немножечко шейки, шейки. Ну что, будем давиться? Я боюсь. Бери вот эту кисть, это кисть для тона специально. Распределяй по кисти и наноси на все лицо. То есть тебе нужно убедиться, что у тебя база на всем лице. А затем будем наносить тон. Проверим, подходит ли тебе этот тон. Я сейчас сделаю такой свотч. Я прям вот так вот сделаю. Если этот цвет сольется с твоей кожей, особенно на камере видно, а он сливается с твоей кожей, то он тебе идеально подходит. Вот я растушевываю, и он как бы исчезает. Видишь? Хочешь, подыграет тебя. Да, он реально один в один. Набирай также небольшое количество. Ага, чуть-чуть распредели. И также от центра лица. Ой, это идеально тонкое? Мой. Куисточка бомба. У меня рука устала только что. И можешь еще остатки чуть-чуть на глаза. Это приятно. Немножечко совсем консилер, потому что он очень плотный. И стираем последствия вчерашней тусовки. Да, давай. Я вчера работал вообще-то. Да, да, да. Вот так. Возьми вот эту большую пушистую кисть. Вот эту? Она очень классная. Окунай ее в пудру. Я правильно делала? Ой, даже много. Встряхивай излишки. Как будто сигаретку. Я не курю. И мягко. Вот так промакивай центр лица. Да. Давай такой же пушистой кисточкой сначала. Вот этот оттенок. Это скульптурирующая палитра, бэкстейдж. Чуть-чуть набирай. И сюда кисть ставь. Движение, как будто запятую рисуешь наверх. Только нос не надо. И последнее движение вот так вниз по мужской коррекции. Ага. Давай еще немножко серого корректора. Нанесем вот сюда. Вверх, да? Рисуешь наверх. Класс, класс. Это нужно делать очень деликатно, чтобы никто не видел вообще, что ты сделал. Вы не видели. Пока что мы будем делать брови, я тебе предлагаю ухлаживать губы, а потом мы сотрем это все. Лип максимайзер. Ты почувствуешь такой холодок на губах, пощипывание. У тебя немного эротический стиль обучения. Я думаю себя как кошечка. Почувствую холодок. Наша задача просто нанести на все губы, можно еще побольше. То есть мы делаем маску для губ, потому что немножко пересохли губы. Давай делать брови. Реально холодок. Скажи. Мой любимый продукт для бровей, которого не видно на бровях. Где ты видишь бровь между волосков? У меня нигде. Штришки, я вижу брови. Да, достаточно жесткие. Давайте чуть-чуть подтушим теперь. Просто расчесываю? У-ля-ля. Класс. Мне нравится. Тушь для бровей. Ты такая маляпучка. Аккуратно, начинай с середины бровей. Я что расскажу лучше? И расчесываю волоски именно. Кожу старайся не дрогать. Просто прокрасить чуть-чуть волоски. У-у-у. Ну, ладно, ладно, шучу. Смотрю. Ну, давай. Я дурь. Ну, что? Класс. Мне очень нравится. Давай немножко вычешем для супернатурального эффекта. Так, ну что, давай смывать губы. Я думаю, они достаточно увлажнились. Вот так? Я знаю, что вот так же делать. А, да? Я кто-то... Можно так. Чуть-чуть консилером пройтись вокруг губ, потому что мы немножко стерли. Тон там. Ну, как тебе? Да, мне нравится вообще Dior. Хочу больше. Дальше мы добавим фэшн элемент. Мы закончили? Да. Я думал, мы только начали. Обожаю. Что там у тебя в пакетике? Две волшебных заклепки Dior. Мы сейчас добавим фэшн элемент к твоему макияжу. Это фэшн элемент, мне тут, друзья. Мини. И приклеим их либо сюда, выбираем, либо на внутренние уголки. Короче, мы вводим на версию мужского макияжа. Давай вот по центру приклеим и на всех крепить. Немножко набираешь клей. Ваши заклепки. Такого же размера, как заклепка? Ну, примерно, да. Ой, блин, я волнуюсь. Давай. Жадор! Ни пуха, ни пера. Чпонь. Да. Супер. Ты уверена? Да. Ну, ребята! Сколько ждать? Давай до 10 посчитаем. Считай. Раз, два, три, пять, 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 пять. Смотрите, как случился. Выглядит очень круто. Ощущение очень странное. У меня металлическая фигура, она в глазу. Макияж, это, конечно, такой творческий мир. А ты думаешь, если бы Кристиан Диор это увидел, он бы что сказал? Ему бы понравилась творческая смелость. Так, ну что? Все, мейк готов. Ты теперь в самых трендах от Диор. Осень 2020. Я был очень рад, что ты пришла. Друзья, голосуйте за ваш любимый мейк в комментариях. Всем пока. Ты испугалась меня сейчас? Боже, железный вода. Пока. Спасибо, что пришла. Жадор. Жадор. Финальная битва макияжев на моем лице. Выбери лучший и напиши в комментариях, почему именно он. Жду. Всем привет. Мы команда School Goche. И теперь мы работаем исключительно онлайн. Я рад буду видеть тебя на наших ближайших курсах. Запись на сайте и по телефону. Напишите, пожалуйста, вот сюда вот нажмите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.